Всем привет! Вы смотрите канал Soundcheck 812. Сегодняшний выпуск будет посвящен студии звукозаписи Park Sound. Я там в первый раз, поэтому Димон сегодня поведет. Судья Park Sound находится по адресу улицы Колонтай, дом 49. Мы находимся возле метра проспект Большевиков. Выходим из метро и идем налево. Это улица Колонтай. Итак, вот мы дошли до пешеходного перехода, переходим его. Здесь вот остановка трамвая. Так, ну вот мы и приехали. Остановочка называется проспект Солидарности. Трамвай сейчас будет поворачивать направо. Надо тоже переходить сразу направо. Здесь вот находится остановка, где вам нужно будет выйти, если вы поедете на студию на автобусе. Остановка называется улица Колонтай, дом 47. Прямо напротив психушки. Улица Колонтай, дом 49. И сейчас покажу, куда входить. Обычно, чтобы попасть на студию, все входят вот в эти ворота. Но мы пойдем через другой вход. Мы не ищем легких путей. Дмитрий. У него немного зеленоватый оттенок лица и круги по глазам, но это нормально. Мы зашли в контрольную комнату студии Park Sound. Здесь у нас есть звукорежиссер Дмитрий. Давайте сначала пройдемся по железу, а потом уже перейдем к программному обеспечению. Аудиоинтерфейс RME, UFX 30-канальный. Чуть выше мы видим предусилители. Это SPL, Focusrite, Universal Audio, DBX. Вот есть такое еще. Я так понимаю, все ламповые? Не все. Вот Focusrite это у нас транзисторные. Да, остальные получается ламповые. Вот эти верхние замечательные девайсы красивые. Они в основном для чего используются? Это может быть и вокал, и акустическая гитара, и барабаны. Что дают эти железки? Дают качественный и богатый звук. Монитор основный JBL LSR 4328. Это активные акустические системы с 8-дюймовым динамиком. Контроллер и мониторный контроллер. В каких программах ты работаешь? Какие плагины в основном используешь? Ну, основные программы это Cubase 8.5, Pro Tools 12. Все плагины есть? Со своими плагинами приходить не стоит. Аппарат на примерно чуть больше 10 квадратных метров. Дальше здесь есть небольшая раздевалка, чул-аутик. Сидит, Дениска играет на дудочке. Такой диванчик, там есть курилка. Куда же без кухни? Да, здесь, кстати, большая кухня, больше, чем у меня дома даже. Такая вот замечательная кухня, где есть все, что должно быть на кухне. Интерьерчик тут везде приятный. Кстати, порадуется. Здесь есть целых два туалета. Кстати, смотри, какой няшный розовый туалет. Давайте расскажем непосредственно про самого звукорежиссера, кто вас может записать. Дима, расскажи, пожалуйста, где ты учился, что закончил, какой у тебя опыт, какие услуги ты можешь предоставить. Закончил я музыкальное училище имени Мусорского, университет профсоюзов по специальности музыкальная звукорежиссура. Опыт уже звукозаписи, звукорежиссури, наверное, около 12 лет. Между прочим. Записываю и джаз, и рок, и электронная музыка, и хип-хоп. Услуги основные. Это звукозапись, сведение, мастеринг, преподавательская деятельность. То есть у тебя полный пакет услуг? В принципе, да. Возможно ли выездные записи? Да. Для этого все есть. Садимся в машину и едем. И машина есть. Аппаратный мы вам показали. Теперь идем в тон ателье. Сколько квадратов? 20, да, с небольшим. Всегда была война между ламповыми и транзисторными комбарями. Приходишь на студию Park Sound, вот у вас здесь транзисторный комбик. Вот ламповый. А в аппаратный еще и в СТ-плагины. Все, что хочешь. Приходи, пиши. Для души. Басовый комбо Fender. 150-ваттный. Транзисторный. Больше добавить нечего. Басистам, как правило, все равно на чем играть. Благо нравится это оборудование. Да мне, в принципе, без разницы. Я же басист, у меня еще похуй. С чем же писать эти инструменты? Вот мы сразу видим, тут стоит. Тут стоит Neumann 147. Это ламповая версия Neumann. Основной наш микрофон вокальный. Это не единственный наш микрофон. Естественно, что у нас целый парк микрофонов. Сейчас подробно не будем вам рассказывать, потому что вся эта информация есть на сайте студии Park Sound. Вся акустика Yamaha C-40. В принципе, вполне себе бюджетный инструмент, который вы можете записать в своем треке. Вполне себе без пол. Мастеровой и очень удачный инструмент. На этой студии оказались такие замечательные инструменты, что мы решили сами на них поиграть. Сейчас мы такой тяжелёк замесим. Мы уже свой трек практически записали. Теперь дело за тобой. На этом обзор студии Park Sound подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Вся дополнительная информация по ценам, услугам и девайсам вы можете найти на сайте студии Park Sound. Он будет в ссылке в описании. Смотрите вниз. И в группе ВКонтакте. С вами была команда Soundcheck812. До новых встреч. Всем пока. Пока. Пока.